Добрый вечер, это программа Пульс Дня в студии Артем Андросов. Здесь мы обсуждаем новости и их последствия. США в 155-й раз отметили День Поминовения. В этот праздник страна чествует американцев, посвятивших жизнь служению Отечеству. В торжественной церемонии на Арлендтонском национальном кладбище, где похоронено 400 тысяч ветеранов и членов их семей, принял участие президент Джо Байден. Нет такого, чего бы мы не могли бы сделать в Америке, когда мы делаем это вместе. У нас много обязанностей, но только одна по-настоящему священно заботится о тех, кого мы посылаем в горячие точки и об их семьях. Нет ничего более важного, более священного, более американского. Президент поприветствовал 25 принятых Конгрессом двухпартийных законопроектов в поддержку военных. Мы единственная страна в мире, которая построена на идее о том, что мы созданы равными. Мы никогда не отступали от этого и никогда не отступим. С момента окончания войны за независимость в 1783 году в военных конфликтах погибло свыше 650 тысяч американских военных. День поминовения празднуют с особой торжественностью, и многие американцы видят в этом празднике еще и неофициальное начало летнего сезона. В воскресенье вечером в Дейвинпорте, штата Йова, произошло частичное обрушение многоквартирного жилого шестиэтажного дома. В результате происшествия пострадал один человек, восемь были спасены, двенадцать эвакуированы. Причиной обрушения могла стать утечка природного газа, которую обнаружили бригады, прибывшие на место. Помимо этого, была зафиксирована протечка воды на каждом этаже здания. По данным представителя местной пожарной охраны, целостность строения вызывает беспокойство. Тем временем, уже в понедельник владельцу объекта был вручен приказ о сносе здания, которое когда-то было отелем Дейвинпорта. Жителям не разрешили вернуться внутрь, чтобы забрать свои вещи из-за нестабильного состояния строения. Три человека погибли в перестрелках на байкерском слете в Нью-Мексико. Еще пятеро получили ранения. Инцидент произошел после серии разборок между двумя враждующими бандами. Представитель полиции сообщил, что в инциденте замешаны байкеры из группировки «Бандитас» и их конкуренты из «Монголс». Байкеры должны были присутствовать на концерте группы «Ворнингшот». Ожидалось, что в эти выходные в город Ред Ривер прибудет более 25 тысяч байкеров. Во время выяснения отношений завязалась стрельба, в городе был введен комендантский час. По данным полиции штата, больница Святого Креста в Таусе заблокирована местной полицией, а больница университета Нью-Мексико находится под наблюдением полицейского управления Альбукерки. В Ред Ривер командированные офицеры для расследования граждан попросили не выходить из домов. Байкерская банда «Бандитас» образовалась в Сан-Леоне в штате Техас в 1966 году. Это крупнейшая мотоциклетная банда в США, насчитывающая тысячи участников. Монголы родом из Нью-Мексико и по состоянию на 2020 год насчитывали около полутора тысяч человек. Они также считаются одной из самых опасных байкерских банд в стране. В выходные принесли печальные новости о жертвах шутинга. 14 человек убиты в результате десятка расстрелов по всей территории страны во время продолжительных выходных через Дня Поминовения. Еще по меньшей мере 58 человек получили ранения. С начала 2023 года в США зафиксировано 257 случаев массовой стрельбы. В прошлом году, в конце мая, таких инцидентов было меньше 229 случаев, а в 2021-м – 233. Американский сенатор объявлен в розыск, российский, за выдуманную фразу. Сенатор Линдси Грэм 26 мая, в 457-й день войны, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи было опубликовано смонтированное видео, в котором две фразы сенатора следуют друг за другом. Вот эти фразы. «Русские умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги». Ролик посмотрели внимательно в Кремле, реакция была резкой. Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов, сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Имя Грэма мгновенно появилось в базе розыска МВД, а накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний американского сенатора. Позже Киев опубликовал полную запись встречи. На ней видно, что фразы разнесены друг от друга по времени и контексту. Сам Линдси Грэм заявил, что продолжит отстаивать Украину и ее свободу до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с украинской территории. Киев подвергся самому массовому обстрелу с начала войны. Российские войска нанесли два ракетных удара в день города. В ночь на воскресенье Россия нанесла удары по Киеву несколькими волнами беспилотников. По словам мэра Виталия Кличко, в результате падения обломков в городе погиб 41-летний мужчина и ранена 35-летняя женщина. В результате падения обломков загорелся трехэтажный склад, сгорело около тысячи квадратных метров строительных конструкций. На западе, в Соломинском районе, обломки дрона попали в семиэтажный нежилой дом. В Печорском районе, в центре города, горела крыша девятиэтажного дома. Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона Камикадзе Шахет. Это рекордное число беспилотников с начала вторжения. Там утверждают, что 52 дрона были сбиты. Я напомню, что именно 28 мая Киев отмечает День города. Второй удар был нанесен в понедельник. Около 11.30 Кремль атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования «Искандер». Всего было выпущено 11 ракет. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены. Киевской городадминистрации сообщили, что россияне сменили тактику. После длительных, исключительно ночных нападений, Кремль нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе или на улицах. Между тем, Москва и Подмосковье подверглись сегодня удару беспилотников самолетного типа. Утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на несколько зданий в столице. Они получили незначительные повреждения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал, что в Подмосковье работало ПВО. На подлете к столице сбили несколько беспилотников. По словам Собянина, в результате атаки никто из жителей поврежденных домов серьезно не пострадал, но два человека обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась, помощь оказали на месте. Минобороны России сообщило, что в атаке участвовали 8 дронов самолетного типа. Из них 3 подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а 5 сбили зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Продолжим выпуск через несколько минут сразу после рекламы на RTN. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова